Я решила вам показать свою будущую комнату. Решила запечатлеть момент до ремонта, что здесь было. Итак, здесь картина, здесь я планирую поставить шкаф, только поперек комнаты. А этот нахер, выкинуть. Этот диван тоже нафиг выкидывается. Советский совдеповский. И здесь будет вместо шкафа стоять мой диван. Это я так планирую. Здесь я планирую поставить комод с телевизором. Здесь у меня будет висеть, наверное, фотография ребенка. Может быть, будет просто пустая стена. Еще пока не додумала. Вот здесь я хочу поставить нормальную дверь. Кстати, вчера у меня случился инцидент. Я зашла в дверной магазин, и на меня упала дверь. Да, у меня разрез, правда, неглубокий. Но, тем не менее, головы с меня лилась кровь. Я ехала в скорой помощи. Но, слава богу, у меня голову не зашивали. Поэтому, думаю, эта дверь мне обойдется не такой-то и дорогой. Завтра буду требовать с них моральный ущерб. Пускай у меня делают дешевле. Или установку бесплатную. Вот здесь владельная доска сейчас стоит. Но здесь я планирую поставить шведскую стенку для ребенка, для себя. Чтоб я качала свою пузо. Вот. Что у меня... Дальше здесь будет стоять кровать ребенка. Кровать ребенка и поперек этого... Вот это все советское выкидывается нафиг. Нафиг выкидывается. Здесь я буду ставить пластиковые окна. Завтра уже будут приезжать. Будем ставить, устанавливать. Вот. Ну, а так она будет пустой, в принципе. Только, если я еще планирую тренажер купить себе. Orbitrack. А может быть и нет. Пока я еще не знаю. Пока я еще в раздумии. Но, по крайней мере, одна шведская стенка, она здесь у меня будет стоять. Все. Запечатляем. Момент. Момент. Кстати, о птичках. В 2015 году я же успела сделать ремонт на кухне. Надеюсь, вы помните, как у меня было, когда я была абсент. Какие обои. Правда, я только обои сделала и окна поставили. Еще в своей комнате я поставила окна. Сейчас я вам покажу. Ну, вот. Это просто пластиковые окна поставила и шторы купила. Это единственное, что я сделала в своей комнате. А вот я сделала ремонт. То есть потолок вывели мы тут. Одну стенку я сделала шоколадку. Другую сделала серую. Еще ездила я в новую линию. Покупала, потому что у нас старые садеповские вот эти шкафы. Покупала эту клейкую ленту. А эти обои, блин, не знаю, как они называются. Не помню. Чтобы клеить эти страшные ящики. Чтобы они как-то более-менее смотрелись. Потому что они страшные дохорья были. Ну, и пластиковое окно я поставила. Все. Пока все. Но кухню мы трогать не будем. Потому что нам не хватит денег. Поэтому я надеюсь, что к осени или к зиме что-то тут-то появится новое. Хочу холодильник. Ой, как хочу. Он меня раздражает. Просто этот звук. У него ни черта не лазит толком. Так что пока что все. В мае, как закончится ремонт, я вам покажу конечный результат зала. Как было и как оно стало. Все. До новых встреч. Всем пока. Ребята, всем привет. С вами снова я, Анюта Сметанчик. Простите, что так давно не выкладывала новые видео. Наверное, еще с лета. Но тому и есть обстоятельства. Так как я стала мамой. У меня маленький ребенок. Поэтому я попытаюсь вам за сегодня рассказать все то, что произошло со мной за этот год. К сожалению, в этом году мне не пришлось никуда выезжать. Единственное, куда я выезжала с ребенком, это только дача, где мы, можно сказать, жили этим летом. Потому что у нас был ремонт. Я задела ремонт в комнате. Да, ребенок растет, поэтому я решила переехать из комнаты своей маленькой в зал. И сейчас я хочу с вами поделиться и показать эту красоту, которую я сделала. Также, кроме дачи, мы выезжали только на Турбазу. Я надеюсь, что в следующем году, это будет год собаки, я, может быть, познакомлюсь, найду себе новых друзей, подруг. И мы сможем дальше путешествовать. Вот, уже с ребенком. Хотя бы по Украине. Я только мы не знаем, что вообще творится в Украине. Какие там у нас красоты, все только рассказывают об этом. Вот, планирую Запорожье, Хортица, Умань. Вот, и хочу еще в Киев, поехать к Янковичу туда, на Фазензу его, как сказать, в Межгирье. Вот. Ну, все, хватит разговора, буду показывать свой ремонт. Вот, собственно, мой ремонт. То есть я поставила шкаф, купила купе, грушу вот купила, вот эту бескаркасную мебель. Вот, малого сделала холсты с одного годика. Вот, здесь я купила, как бы, и ребенку, и себе, но ребенок пока еще маленький, шведскую стенку, где же, чтобы я качала свою задницу и пузо свою убирала. Вот, здесь у нас я даже приобрела гантели, с каким трудом и с какой тяжестью я это носила. Тягала, но, слава Богу, крапчучка мне помогла, мне в помощь. Еще хочу гриф купить, но это уже, наверное, будет в следующем году. Тут я, чтобы свою прессу, пузо свою качала. Вот, малого кровать, еще одно кресло. Вот, ну, вроде как все. То есть, у меня тут все по стиль. Я еще распланировала, наверное, запланировала это все, наверное, еще зимой 2017 года. Вот, как оно все будет, какие будут обои, как это все будет поклеено. Ну, в общем, то, что я запланировала, я это сделала. Конечно, я планировала это все сделать. Вот, и еще, наверное, закончить ремонт, наверное, в начале лета, но так получилось, что только к сентябрю у нас закончился ремонт. Вот, то есть, разная поклейка обоев, разные сами обои. В общем, ну, я довольна. Теперь, в следующем году можно расслабиться и тратить деньги на себя, на путешествия. То есть, у меня тут все по цвету, все по фэншуй, как говорится. А, еще также я купила эту прихожку. Вообще не планировала. Вот, но у нас столько-столько всего, надо все складывать, прятать, 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 и я в итоге еще прихожку купила. Возможно, у вас возникнет, ребята, вопрос, кто внимательный заметит. А где же мама? Собственно, я сплю. А я вам отвечу. Я купила себе ортопедический матрас. 20 сантиметров зима-лета. И вот каждый раз, сейчас я его спрятала в комнату, в другую, ну, чтобы вам покатать, собственно, ремонт, чтобы вот это Адеробло, вот его место, место горшка. Оно тут у меня постоянно стоит, метр девяносто. Вот. Я его постоянно убираю, каждое утро, потому что для меня вообще в приоритете я очень хотела, потому что я постоянно жила в маленькой комнате. И я чего сделала ремонт, чтобы я нормально качала свою жопу, выпады, там, гантели, приседы, все остальное, и смотрела на себя любимую, красивую, в зеркале. Вот. И мне надо много места. Поэтому я подумала, что диван займет тупо это все место мне, мне в итоге опять будет, как маленькая комната. И я решила купить матрас. Каждое утро я его убираю, и вот так вот у нас много места, собственно, в комнате. Вот. Также я сделала ремонт в туалете, ну, это покраска эмальсионки. Потолок. Потолок и, господи, забыла, что я хотела сказать. Экран, трубы, 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 трубы. Что я еще там взяла? А, ну, просто покрасила эмульсионкой трубы, потолок. Обои поклеили. Обои тоже так поклеили, чтобы был обой на этот бордюр. Полоса, только там все в другом цвете. Вот. Бело-оранжевые, совсем другие полоски. Вот. И какие-то ромбики, ромбики. У меня тут какие-то оранжевые с зеленым. Вот. Тут мы тоже, между прочим, поклеили обои. Тоже навели порядок. Шторы. Слава Богу, я же еще и поставила окна. Тоже я этому очень довольна. Очень тепло сейчас зимой. А, это мой подарок. Машинка к Новому году. Дед Мороз принесет моему сыночку. И елку я вчера купила. Ну, если можно назвать, это елка. Это веточка, веточка. Ну, даже эта веточка тоже неплохо стоит. Вот. В общем, это все. Может быть, в новогоднюю ночь я что-нибудь учудю или придумаю. Какое-нибудь хорошее, смешное или поучительное видео. Я вам обязательно это скину. Поэтому, все. С вами была Анюта Сметанчик. До новых встреч в следующем году. Всем пока.